После победы Эдуарда III при Кресси инициатива в Столетней войне целиком перешла к Англии. Однако гораздо важнее стратегического значения битвы было её психологическое воздействие. Известия о победе мгновенно разлетелись по Европе, вызвав откровенную сенсацию. Европейцев поразил тот факт, что король Франции в величайшей христианской державе был разбит англичанами — народом, с которым ещё недавно никто не считался. Авторитет французского королевского дома как внутри страны, так и за рубежом серьёзно пошатнулся, а победоносный Эдуард, почивавший на лаврах одержанного триумфа, начал осаду Кале. Ближайшие события покажут, смогут ли англичане закрепить свой громкий военный успех. После поражения при Кресси французы засыпали посланиями шотландского короля Давида II, умоляя его сделать хоть что-то, дабы отвлечь англичан. Верный союзу с Францией Давид вторгся в северную Англию и стал разорять окрестности Дарима и Карлайла. Старший военный советник короля Уильям Дуглас советовал монарху проявить осторожность, однако тот заявил, что противостоять ему некому, кроме жалких монахов, распутных священников, свинопасов и сапожников. Как оказалось, король сильно недооценил англичан и вскоре поплатился за это сокрушительным поражением в битве при Невилскроссе. В ходе битвы Давид II попал в плен и был помещен в Тауар, что на долгое время вывело Шотландию из войны. Одновременно Эдуард III завершил осаду Кале, длившуюся без малого год. Стратегическое значение этого города было трудно недооценить. Он не только открывал Северную Францию для английских грабительских рейдов, но и позволял английским купцам обходиться без посредничества фламандцев. Очень скоро, однако, о войне пришлось забыть, ведь в Европу пришла эпидемия чумы, занесенная генуэзскими торговыми кораблями. Из Марселя черная смерть быстро распространилась по Западной Европе. Как Англия, так и Франция понесли колоссальные демографические потери. Считается, что чума погубила от трети до половины населения. Селение обезлюдили, уменьшился сбор налогов, а обнищавшие рыцари становились разбойниками. Уровень смертности был особенно высок среди священников. Так, в епархиях Йорка и Линкольна умерло 44% от общего числа клириков, а в Эксетере и Винчестере – более 50%. Восстановить прежнюю численность населения в западноевропейских странах получится только к XVI веку. Эпидемия ограничила широкомасштабные военные операции, однако война все еще тлела. В конце 1349 года французы попытались подкупить в генуэзского командира наемников. Командир взял деньги, но сразу же послал донесения к королю Эдуарду. Тот примчался во Францию вместе с небольшим отрядом и устроил налетчикам ловушку, как раз в тот момент, когда те подбирались к воротам. Тем не менее, беспрепятственной торговли и транспортировке войск через Ла-Манш препятствовала другая проблема – союзный Франции Кастильский флот, действовавший на море. Однако Эдуард справился и с этим. Летом 1350 года он подкараулил Кастильцев у побережья Англии и в тяжелом морском сражении при Винчелсе уполовинил их флотилию. Знаменательно, что во всех военных операциях Эдуарда той поры, что подкале, что подвинчился, короля Англии неизменно сопровождал его сын и наследник Эдуард, принц Уэльский. Прозвище Эдуарда «Черный принц» появляется в источниках лишь через 165 лет после его смерти. Каким образом оно возникло, нам остается лишь гадать. Два ключевых предположения – черный цвет доспехов Эдуарда и его черная репутация среди французов. Однако источниками эти версии не подтверждаются. Черный принц, наоборот, предпочитал доспехи, обтянутые красным бархатом. Единственной зацепкой стал турнирный щит, Эдуарда с тремя страусинами перьями на черном фоне. Однако в сражениях принц Уэльский наверняка использовал другой щит – со своим фамильным гербом. С 13 лет Эдуард сопровождал своего отца в его военных походах, храбро сражался при Креси и там же был посвящен отцом в рыцаре. В будущем его станут называть самым благородным из живших тогда знатных дворян. Однако за восхищенными отзывами современников скрывались менее лицеприятные качества Эдуарда – расточительность, неумение вести финансовые дела в своих владениях и готовность отдавать целые города на разграбления солдатам. Во Франции же внутриполитическая обстановка нисколько не улучшалась. В 1350 году скончался Филипп VI. Своё королевство, истощённое войной и эпидемией чумы, он оставил своему сыну Иоанну. Новый король пообещал вести войну с Англией до победного конца, и для этого пошёл на непопулярные шаги. Начал взимать высокие налоги и провёл частичную девальвацию валюты, уменьшив содержание серебра в монетах. Последовавшая инфляция, а также продолжавшиеся военные поражения в Аквитании и Британии настроили против Иоанна широкие народные массы, духовенство и даже часть высшей аристократии. Все эти социальные слои в итоге сплотились вокруг фигуры Карла Злова, короля Навары и потомка Капитингов по женской линии. Формально Карл обладал куда более весомыми претензиями на французский престол, чем даже Эдуард III, но на данный момент короля Навары интересовала лишь шампань, отобранная Филиппом VI у его матери. Прибыв в Париж, Карл начал искусно плести политические интриги. В 1354 году он организовал убийство фаворита короля Карла де Лассерда, после чего вступил в переговоры с Эдуардом III, обещая военную помощь в войне с Иоанном. В Англии тем временем шли последние приготовления к новому витку боевых действий. На этот раз Эдуард планировал три одновременных удара по французским землям. Одна армия под его руководством должна была атаковать Искале, другая, под началом его родственника Генри Ланкастера высадится в Нормандии, а третья, во главе с принцем Уэльским, должна была вести отвлекающие операции на Южном театре военных действий. Однако, если высшие феодалы еще помнили первоначальную цель войны, династические притязания Эдуарда, то вот мотивы простых солдат были куда более приземленными. К 50-м годам XIV века англичане отработали тактику разрушительных рейдов по вражеской территории, получивших название «Шиваше». Первоначально это слово означало всего лишь «поездку верхом», однако со временем превратилось в настоящий военный термин, подразумевавший «конный набег» на земли противника или непокорного вассала. Ключевой целью такого набега становился подрыв экономики врага, но в годы Столетней войны Шиваше также приобрело ярко выраженный политический оттенок. Разорение территорий должно было продемонстрировать местным жителям, что их нынешний сюзерен не может их защитить и пора задуматься над тем, чтобы сменить покровителя. Обычно в Шиваше выступали небольшие отряды от нескольких десятков до тысячи человек. Независимо от их снаряжения и феодального статуса, все участники Шиваше передвигались на конях, чтобы обеспечить достаточную мобильность подразделения, а обоз был сведен к минимуму. Дойдя до очередной деревни или города, отряд сперва давил сопротивление местных жителей, обычно без особого труда. Далее начинался тотальный погром. Все ценное собирали и грузили на телеги и лошадей. Скот угоняли или вырезали. Амбары, сараи, хлева, жилые дома – все сжигалось. Солдаты ломали деревянные мосты, сжигали или выводили из строя ветряные и водяные мельницы, сливали вино из бочек. Впрочем, настоящим призом для грабительского отряда становились французские города. Именно там солдаты получали львиную долю добычи. Начиная с 1346 года в Англию на кораблях доставлялись награбленные драгоценности, одежда и деньги. По словам хрониста Уолсингема, в Англии теперь не было женщины, не имевшей одежды, украшений или посуды и скале, и других французских городов. Намеченное на 1355 год тройное шиваше во Франции у Эдуарда не получилось. Высадившись в кале, он вскоре вынужден был вернуться в Англию из-за активности шотландцев на северной границе. Войско Генри-Нанкастера вообще не вышло из гавани, помешала плохая погода. Единственным, кто был готов развернуть боевые действия в том году, оказался принц Уэльский. В сентябре он высадился в Бордо с войском, состоявшим примерно из тысячи конников, 1700 лучников и нескольких сотен валийских копьеносцев. Отец также отправил ему в помощь опытных военачальников – графов Уорика, Сафалка и Солсбери, принимавших участие в шотландских войнах, битве при Криси и Саде-Кале. К принцу также присоединились местные гасконские контингенты под командованием Жана де Граи, капталя де Бюша. На последовавшем военном совете англогасконские командиры решили провести шиваше по землям Жана де Арманьяка, который сам несколько раз вторгался в Гасконь с грабительскими набегами. В середине октября армия Черного принца вступила в Арманьяк. Перед англичанами и гасконцами раскинулся процветающий край – равнина, спускавшаяся от подножья Пиренейских гор к реке Гарона. Первые столкновения начались в районе Аруя, который был взят и разграблен. Та же судьба постигла и другие города, располагавшиеся по пути англичан. Когда к Плизансу подошел отряд капталя де Бюша, гражданское население уже бежало из города, а оставшихся в замке знатных дворян гасконский командир взял в плен. Впрочем, населенные пункты с крупными гарнизонами, такие как город Миранда, Черный принц, наоборот, обходил стороной. Всего за полторы недели англо-гасконцы разорили богатое графство, и теперь Жану де Арманьяку нужно было решить, как противостоять грабителям. Насколько мы можем судить, Жан избрал нечто среднее между пассивной обороной крупных городов и тактикой выжженной земли. Свои силы он сосредоточил в Тулузе, а мосты через Гарону разрушил. Однако остановить продвижение Эдуарда у графа не получилось. Англо-гасконцы все же нашли брод и переправились через реку, продолжив свой рейд в восточном направлении. Земли Лангедока были подвергнуты такому же опустошению, что и Арманьяк. Движение английской армии сопровождалось дымом пожаров днем и их красным заревом ночью. 3 ноября Черный принц подошел к Каркасону, чья огромная крепость была одним из самых грозных достижений средневекового военного строительства. Однако сами городские кварталы находились на противоположном берегу реки От и оказались беззащитными. Укрывшиеся в крепости горожане предложили Черному принцу гигантскую контрибуцию в 250 тысяч золотых ЭКЮ. Однако Эдуард заявил, что не желает торговаться с мятежниками, не признающими законную власть его отца. Уходя из Каркасона, англичане предали его огню. Следующей целью после Каркасона стал Нарбон. Этот крупный торговый город был известен еще с античности и в средние века не потерял своего значения. Нарбон был похож на Каркасон тем, что в нем город и крепость тоже располагались на противоположных берегах реки. Армия Черного принца успешно заняла городские кварталы, однако нарбонцы стали обстреливать англичан из баллист, расположенных на стенах крепости, чем принудили их к отступлению. Обратный марш в Гасконь стал для армии Черного принца серьезным испытанием. Ее путь часто пролегал по каменистым тропам, а однажды из-за отсутствия поблизости доступных ручьев лошадею пришлось поить вином. Жан де Арманьяк следовал в непосредственной близости от англичан и в итоге вынудил их возвращаться южным путем, однако вступить в сражение так и не решился. В результате военной кампании 1355 года богатые регионы Южной Франции подверглись масштабному опустошению, а 20 городов, в том числе Каркасон и Нарбон, оказались разрушены. В конце лета 1356 года Эдуарду предстояло выбрать направление для следующего удара. В этот раз было решено оставить в Гасконе несколько тысяч солдат и двигаться в направлении Буржа, чтобы наконец объединить силы с Эдуардом Третьим. 4 августа войско Черного принца вышло из Бержерака и быстро двинулась по центральным французским регионам, разрушая и сжигая все вокруг. Как и годом раньше, армия добывала провизию исключительно при помощи грабежа. Вступив в Берри, силы Эдуарда столкнулись с упорным, хотя и безуспешным сопротивлением местных жителей. Люсак, Лес-Эглис и Сен-Бенуа-Дюссо были взяты приступом и разграблены, но вот следующий укрепленный город Шатору Черный принц предпочел обойти стороной. Постепенно англичане приближались к ключевой цели Шиваше – Буржу, но и действия Эдуарда становились осторожнее. К Буржу он послал лишь небольшой отряд, который разорил окрестности города. Сам принц в это время провел неудачный штурм Исудёна, после чего направился к Вьерзону, который уже был захвачен передовым отрядом капталя Дебюша. Здесь, в самом центре французского королевства, принцу предстояло определить дальнейший план действий. Тем временем на севере ситуация еще больше накалялась. Конфликт между Иоанном Вторым и Карлом Злым перешел в решающую стадию, и в один день французский король просто арестовал зарвавшегося дальнего родственника. Впрочем, наварские гарнизоны в нормандских владениях Карла сохранили верность своему Сизирену, из-за чего Иоанн надолго застрял под крепостью Бритёй. Учитывая, что войска Черного Принца разоряли центральные регионы страны, а на помощь ему двигалась армия Генри Ланкастера из Британии, Иоанн стремился любой ценой избежать длительной осады. В итоге он просто подкупил гарнизон Бритёй и поспешил на юг в Шартер, где уже начало собираться французское войско. Эдуард в это время двигался по долине Луары на соединение с Генри Ланкастером. Достигнув тура, Эдуард убедился, что свободно пересечь Луару ему не дадут и нужно срочно отступать в Гасконь, тем более, что французский король развернул настоящую погоню за англо-гасконскими грабителями. 13 сентября Иоанн прибыл в Ложь, но узнал, что Эдуард отступил в Лае. На следующий день, когда французы вошли в Лае, Черный Принц уже был Шаттельро. Здесь Эдуард решил сделать трехдневный перерыв, чтобы наконец установить контакт с Генри Ланкастером. Однако тот, как оказалось, так и не смог переправиться через Луару. Более того, пока Эдуард отсиживался в Шаттельро, Иоанн, не зная точного местоположения Черного Принца, обошел англо-гасконскую армию и уже приближался к Пуатье. Казалось, что возмездие англичанам за многолетние грабежи вот-вот должно было свершиться. В воскресенье, 18 сентября, армия Черного Принца сняла лагерь и двинулась вдоль реки Мьосон по узкой проселочной дороге. Вскоре, однако, до армии дошли дурные вести. Вернувшиеся из разведки отряд капиталя де Бюша обнаружил большой французский лагерь, перекрывавший дорогу на Пуатье. Донесения, по-видимому, убедили Эдуарда, что избежать сражения уже не удастся. И он резко повернул свою армию на север, желая занять оборонительную позицию прежде, чем французы успеют среагировать. Преодолев реку Мьосон по узкому броду, войско двинулось в сторону небольшой возвышенности, примыкавшей к лесу Нуай с северо-западной стороны. Открывавшийся перед англичанами холмистый ландшафт был нетипичным для равнинных предместий Пуатье и представлял из себя чуть ли не единственную подходящую позицию для оборонительного сражения. Двигаться здесь было очень сложно ввиду повсеместно растущих виноградных лос и кустарников, густых живых изгородей, вырытых крестьянами канав, болот, примыкавших к реке Мьосон, а также ручья, протекавшего в глубине долины между двумя возвышенностями. Особую роль в оборонительном плане Черного Принца играла живая изгородь, преодолеть ее можно было лишь в двух местах, да и они были достаточно широкими лишь для движения телег с урожаем. Остановившись на холме, англичане без промедлений начали окапываться, расширили существовавшие канавы и вырыли несколько новых, а с правой стороны холма, где склон был более пологим, поместили дополнительные изгороди из Терновника и часть телег из обоза. Английское войско, как обычно, делилось на три баталии. Графы Уоррик и Оксфорд во главе баталии левого фланга удерживали склон к реке и болоту. Граф Солсбери, поддерживаемый графом Сафолком, командовал правой стороной, в то время как Эдуард руководил центром. В тылу принц расположил два небольших резервных отряда исконных рыцарей и стрелков, один по центру рядом с обозом, а второй под командованием капталя де Бюша с правой стороны. Остальные лучники заняли свою традиционную позицию по флангам английского построения. Однако, несмотря на все приготовления, факт оставался фактом. Англо-Гасконская армия оставалась голодной, вымотанной и напуганной, с заканчивающимися запасами воды и фуража. Сведения о точном расположении армии Эдуарда Иоанн получил только утром 18 сентября. Вскоре королевское войско начало строиться в боевые порядки напротив английских позиций. Однако, в разгар французских военных приготовлений, ставки Иоанна, наконец, достиг кардинал Перегора Эли де Телеран, которому Папа Римский поручил примирить враждующие стороны. По инициативе кардинала весь день прошел в переговорах, кардинал носился туда-сюда, пытаясь уговорить противников прийти к соглашению. Однако Эдуард и Иоанн раз за разом отвергали предложенные условия, так что в итоге обе стороны стали обвинять кардинала в подтворстве противнику. Единственным достижением Эли де Телерана стала договоренность о прекращении военных действий на день, что позволило сторонам завершить подготовку к битве. Утром в понедельник, 19 сентября, обе армии, наконец, заняли свои боевые позиции и изготовились к сражению. Численность англогосконского войска, расположившегося на холме, обычно оценивается в 7-8 тысяч человек, из которых 6 тысяч приходилось на тяжело вооруженных всадников, спешившихся для битвы, и по одной тысяче на английских лучников и легко вооруженных гасконских пехотинцев. Размер французского войска во многих источниках преувеличивается вплоть до 30 тысяч человек. Более реалистичная цифра — 11-12 тысяч, включая 8 тысяч кавалеристов, две тысячи наемных арбалетчиков и около тысячи легкой пехоты. Французы расположились в три конные баталии, однако в отличие от битвы при Креси, арбалетчики теперь были сконцентрированы на флангах. И все же, несмотря на численное преимущество, французам предстояло решить серьезную тактическую проблему. Обойти англичан с флангов было невозможно, а осуществить лобовую кавалерийскую атаку крайне трудно из-за особенностей ландшафта и повсеместной растительности. Сказывался и моральный фактор. Французы прекрасно запомнили урок десятилетней давности, когда в битве при Креси кавалерийский натиск обернулся катастрофой. В итоге Иоанн II по совету своих приближенных принял решение спешить все три баталии и атаковать англичан в тесном пехотном строю. На конях остались лишь два отряда по 250 рыцарей, расположенные по флангам французского войска. В их задачу входило достигнуть и связать боем английских стрелков, тем самым позволив пешим баталиям беспрепятственно пересечь долину. Король лично проследил, чтобы для этой цели были отобраны храбрейшие рыцари, а их скакуны защищены недавно появившимися в военном деле латными конскими доспехами. Состоявшие из цельных металлических пластин, такие доспехи прикрывали голову, шею и грудь лошади от прямых попаданий. Руководство конными отрядами было поручено двум маршалам Франции – Жану де Клермоно и Арно де Андреге. Первую пешую баталию возглавил сын короля Дофин Карл, будущий король Карл V, а пока герцог нормандский. На момент битвы ему было всего 18 лет, а поэтому поддержку ему оказывали военные специалисты, в частности Уильям Дуглас, прибывший из Шотландии на помощь французскому королю с отрядом из 200 человек. Вторая баталия находилась под командованием брата короля, герцога Орлеанского. Третья – под руководством самого Иоанна. С французских позиций казалось, что англичане тоже готовятся к сражению. Однако правда заключалась в том, что принц и его командиры уже приняли решение отступить с поля боя. Они планировали ускользнуть на юг через Мьосон, сохраняя при этом всю армию в боевом порядке на случай, если французы перейдут в наступление. Ранним утром баталия графа Уоррика начала двигаться в сторону брода через Мьосон. Однако все пошло не по плану. Обозные телеги, которые предполагалось переправить через реку первыми, застряли на узкой тропе посреди болот. Примерно в 9 часов утра донесение об отступлений англичан достигло Арно де Андреге. И тот спешно послал гонца к Жанну де Клермону с призывом незамедлительно атаковать. Клермон в ответном послании посоветовал Андреге проявить терпение. Однако того было уже не остановить. Обвинив Клермона в трусости, он повел своих всадников в атаку на левую английскую баталию. Всадникам Андреге понадобилось какое-то время, чтобы достичь английских позиций. Сначала им пришлось спуститься с одного холма, а потом взбираться на другой. Английские лучники ожидаемо обрушили на французов залповый огонь, однако большинство стрел безвредно отскакивали от латных доспехов всадников и их лошадей. В какой-то момент стало казаться, что французский план сработает. Однако англичане нашли выход из положения. Граф Оксфорд подскакал к лучникам и приказал им сдвинуться левее в болото, где всадники не могли их достать и уже оттуда стрелять по незащищенным бокам лошадей. Результат сказался незамедлительно. По мере того, как французы поднимались по склону, их лошади получали все больше ранений, из-за чего паниковали, сбрасывали своих седоков или вообще убегали с поля боя. Когда Андреге достиг пехотинца Ворика, его атака уже переживала свою агонию. За считанные минуты англичане покончили с остатками французского конного отряда, а сам маршал попал в плен. Одновременно на левом фланге кавалерийские части Клермона тоже начали свое наступление. Хотя маршал был не согласен с действиями своего коллеги на правом крыле, он понимал, что сражение уже началось и медлить нельзя. Однако его всадники натолкнулись на живую изгородь и в итоге столпились в узком проходе, через который одновременно могли проехать лишь четыре рыцаря. Граф Солсбери поспешил закрыть проход своими пехотинцами, в то время как лучники, расположившиеся в безопасной позиции за насыпями и канавами, обстреливали французов с боков. В какой-то момент к делу подключился еще и небольшой отряд гасконских арбалетчиков, которые стали поражать латников прямой наводкой с короткой дистанции. Вскоре остатки французского отряда обратились в бегство. Судьба же Клермона оказалась печальна. Будучи опрокинут на землю, он не смог ни подняться, ни пообещать выкуп и в итоге был убит на месте. Пока события разворачивались на флангах английского построения, первая французская баталия во главе с дофином медленно двигалась вперед по долине. Подвергаясь перекрестному огню, французы, вероятно, понесли потери еще до того, как взобрались по склону и вступили в рукопашную. Источники указывают, что баталия дофина два часа сражалась с англичанами на холме. Частичный успех сопутствовал французам справа, где им удалось потеснить пехотинца в Солсбери, и только подход подкреплений из центра выправил ситуацию. Интенсивная схватка разгорелась возле самого дофина. В суматохе его знамя упало, а знаменосец попал в плен, что должно было нанести серьезный урон по моральному состоянию французов. Кроме того, английские лучники теперь могли безбоязненно передвигаться по флангам, выбирая подходящую позицию для стрельбы. На французов они обрушили такой шквал стрел, что это зафиксировал Жан-Фруассар в своей хронике. Сказать по правде, английские лучники сослужили бесценную службу своей армии, так как они стреляли так плотно и так хорошо, что французы не знали, куда им повернуться, чтобы избежать их стрел, и благодаря этому англичане медленно, но не переставая, двигались вперед и постепенно распространились повсюду. В конце концов, советники дофина приняли решение об отходе, и баталия организованно отступила с холма. Узнав о первоначальной неудаче, Иоанн, по-видимому, стал сомневаться в своей победе и приказал увезти с поля боя дофина и еще двух своих сыновей. Это решение в сочетании с отступлением французской первой линии могло убедить герцога Орлеанского, командира второй баталии, что вообще вся королевская армия уходит с поля боя, и он тоже протрубил организованный отход. Впрочем, рыцарская доблесть не позволила многим французам просто так выйти из сражения, и королевская баталия вскоре пополнилась примкнувшими к ней рыцарями из первой и второй линии. «Знамя вперед!» — скомандовал король, и усиленная третья баталия с арбалетчиками на флангах двинулась в последнюю атаку на англичан. Пока французы перестраивали свои боевые порядки, солдаты «Черного принца» получили время для передышки. Раненых перевязывали и относили в тыл, а лучники, расстрелявшие большую часть своего боезапаса, собирали с земли уже использованные стрелы. Вскоре, однако, приближение третьей французской баталии заставило лучников вернуться на свои позиции. Понимая, что возможности его армии уже достигли своего предела, «Черный принц» совершил свой знаменитый тактический ход. Отправил отряд капталя де Бюше в глубокий обходной маневр, чтобы ударить по французам с тыла. Одновременно на флангах началась интенсивная перестрелка лучников и арбалетчиков. Как писал хронист Джеффри Лебейкер, Грузные ряды французов затмили солнце густым облаком арбалетных болтов. Но молодые английские лучники, доведенные до отчаяния и неистовства, ответили врагу смертоносным шквалом стрел. Опустошив колчаны и оставшись лишь с мечами и щитами, лучники с огнем в сердце бросились на вооруженных до зубов французов, желая дорого продать свои жизни, ибо в тот день, как они думали, встретят они свой славный конец. Одновременно «Черный принц» сигнализировал об общем наступлении пехоты, и по всему фронту вновь началась отчаянная рукопашная. Пока капталь де Бюш находился в пути, Эдуард послал еще один конный отряд, на этот раз под командованием сэра Джеймса Одли, ударить по другому флангу французской линии. Одли успешно выполнил повеление принца, в процессе отогнав французских арбалетчиков и ослабив напор неприятеля на баталию графа Уорика. Одновременно на своем правом фланге англичане потеснили и обратили в бегство отряд немецких рыцарей. В центре французы, вдохновляемые присутствием короля, яростно сражались с противником, однако их судьба уже была предрешена, ведь из-за холма наконец-то показались всадники капталя де Бюша. В средневековом сражении удар в тыл был наиболее эффективным способом надломить дисциплину и боевой дух противника, а потому, когда английские рыцари врезались в позиции третьей французской баталии, ее построение сразу начало рушиться. Большинство французов, особенно на флангах, предпочли бежать с поля боя, пока остальные англичане не вскочили на коней и не начали погоню. Так поступил и лорд Дуглас. По замечанию Фруассара, он бежал изо всех сил, так как гораздо больше смерти страшился попасть в руки англичан. Окруженному центру французского построения отступать было просто некуда, и под натиском основных английских сил отряд короля постепенно сдвигался в сторону реки Мьосон. Описывая последовавшую мясорубку, Джеффри Лебейкер выразил свое восхищение Иоанном. Их король, которому было уже немало лет, был все же полон юношеской энергии и достойно отвечал на все удары, сокрушая головы одних и пронзая тела других. Где бы ни сражался король, везде он показывал, что не выродился еще королевский дом Франции. Однако, когда Арифлама, важнейший штандарт французских войск, выпала из рук королевского знаменосца, организованное сопротивление стало сходить на нет, и французы начали массово сдаваться в плен. Рассказ Фруассара о последних моментах битвы наверняка составлен на воспоминаниях очевидцев. В это время была большая давка из-за постоянного желания добраться до короля, и те, кто находился ближе всего к нему и знали его, кричали «Сдавайтесь! Сдавайтесь! Или вы мертвец!» В том же месте находился молодой рыцарь, который за жалование сражался на стороне короля Англии. Его звали Дени де Морбек, и он пять лет назад самовольно отправился в Англию, так как в дни своей молодости был изгнан из Франции за убийство. Для этого рыцаря удачно сложилось так, что он оказался около короля Франции как раз в то время, когда того сильно пинали туда и сюда. И, пробившись сквозь толпу, он сказал королю на хорошем французском «Сир! Сир! Сдавайтесь!» Король, который видел, что оказался в очень неприятном положении, обернулся к нему и спросил «Кому я должен сдаваться? Кому? Где мой кузен, принц Уэльский? Если я увижу его, то буду говорить с ним». «Сир!» – ответил мессир Дени. «Он не здесь, но сдавайтесь мне, а я отведу вас к нему». «Кто вы?» – спросил король. «Сир! Я Дени де Морбек, рыцарь из Артуа, но я служу королю Англии, ибо Франция лишила меня всего, что я здесь имел». Тогда король отдал ему свою правую перчатку и сказал «Я сдаюсь вам». Битва при Пуатье, безусловно, стала тактическим триумфом Черного принца. Однако статистически оценить этот триумф крайне сложно, так как ни одного официального списка убитых не сохранилось. Джеффри Лебейкер называет имена 16 знатных французских дворян, которые погибли при Пуатье. Другие источники дают общие цифры потерь – около двух тысяч тяжело вооруженных конников и 800 прочих убитых. По интенсивности французских атак можно предположить, что потери англичан тоже были велики. Но и в их случае ни одного составленного в то время списка погибших не сохранилось. После знаменательной победы при Пуатье англогосконское войско вернулось в Бордо с награбленным и пленными. Иоанну II оказывались всевозможные почести, и вскоре он отчалил на корабле в Англию. Но вот его королевству был нанесен страшный военный удар, хрупкое единство страны было надломлено, и внутриполитическая обстановка стремительно скатывалась в состояние анархии. Следующие несколько лет станут для Франции периодом суровых испытаний. Друзья, если вам понравился этот документальный ролик, не забудьте поставить ему лайк, подписаться на канал и включить уведомления о новых публикациях. Теперь вы можете поддержать нас на Патреоне, а также другими способами, указанными в описании. Большое спасибо за просмотр и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok